Операция присваивания в языке C – это арифметическая операция. Что это значит? Что результат ее работы тоже является неким выражением, неким значением. В результате возможны вот такие трамвайные присваивания. Что это значит? Это называется каскадное присваивание. Происходит оно справа налево. То есть приоритеты этой арифметической операции, ее в кавычках можно назвать арифметической, хотя чисто общо можно ее так называть, вот такие. То есть это вычислится первое, это второе, это третье. То есть она вычисляется справа налево. То есть если бы я расставлял скобки, то я расставил бы их вот так. Вот так, а затем вот так. Вот эти скобки фактически соответствуют тому, что будет происходить. Как вычисляется присваивание? Вычисляется выражение справа. Оно может быть естественным каким-то выражением, а не просто числом. Вычисляется выражение слева. Да, вычисляется, хотя чаще всего там просто имя переменной. Но на самом деле слева от оператора присваивания может быть выражение. Естественно, что вот так нельзя написать, да. Почему? Ну, потому что, ну, понятно, нельзя изменить значение самой двойки. Не может двойка стать пятеркой по существу, да. У нас выражение слева должно быть l-value. Вот есть такое вот выражение, точнее термин l-value выражение. То есть, короче, допустимое к присваиванию, допустимое к изменению. Или, короче говоря, за вот этой вот штукой, которая стоит слева, за ней должна быть реальная оперативная память, куда можно записать. Понятно? Если там нет, ну, невозможно в результате сделать операцию присваивания. Просто потому что некуда. Понятно, да. Но в данном случае очень просто l-value выражение. Это просто конкретная переменная z и все. Таким образом, вычисляется и присваивается туда значение. То есть, реально происходит запись. А результат вычисления присваивания, то есть, вся вот эти скобки, они у меня равны значению, вычисленному справа. То есть, результату, у меня там просто пятерка, да. Затем, что получается? Что у меня вычисляется вот это присваивание, а для этого вычисляется вот это выражение справа. Оно дало результат 5. И эта пятерка, присваиваясь y, возвращается в качестве результата вот этого выражения. Таким образом, у нас пятерка попадает и сюда, и в результате присваивается и в x. На самом деле, можно сказать и так, что и вот это в целом все тоже вычисляет пятерку, но поскольку дальше стоит точка с запятой, то есть, результат вычисленный, он уже не нужен, то он просто выкидывается в каком-то смысле. Это дает нам две таких сумасшедших перспективы, что вообще является в принципе синтаксически нормальным для языка. Смотрите. Первое. Я имею право написать, например, 2 плюс 2 точка с запятой. Здесь у меня выражение, в котором нет присваивания. Ну что? Оно будет вычислено, да, и результат его выброшен. Ну, потому что он никуда не присвоен. Это реально бывает такое, это может иметь определенный смысл. Вот. Если, например, вычисляемое выражение является функцией, результат которой нам не нужен, но функция с побочным эффектом, она что-то печатает на экран или она выводит в файл что-то. Короче, она работает. Нам надо ее вызвать, но результат ее нам не нужен. В этом случае мы можем позвать f от чего-то там и выкинуть результат, никуда его не сохраняя. Понятно? Не писать никакого y равно. Вот. Это раз. Второе. Возможны выражения, в которых несколько присваиваний. Ну, вот это вот трамвайное равенство, только без скобок, является классикой. Но все-таки, возможно, еще вот такая ситуация. Я не рекомендую так писать, но чисто по фану. Почему нет? z равно 3. Что будет сделано? У меня в результате этого действия у y будет значение 2, у z значение 3, а у x будет значение 5. То есть результаты вычислений вот этих выражений, они будут происходить. Можно попробовать еще кое-что сконструировать на этом деле. То есть, например, написать x равно x равно 2 плюс x равно 3. А что произойдет вот тут? Ответ – все, что угодно. Вплоть до сломанной программы и форматированного винчестера. Ну, вряд ли еще раз говорю, но это непредсказуемое поведение, потому что нельзя присваивать одному и тому же месту в памяти, одной и той же ячейке памяти, несколько раз за одну точку следования. То есть у нас вот до точки с запятой, да, от точки до точки с запятой идет одна точка следования. Понятно? То есть в каком порядке язык программирования c будет вычислять вот это вот, может он первым вот это сделает, может быть он первым вот это сделает. Он имеет право закэшировать результат. Особенно остро встает вопрос, если несколько изменений этой ячейки, ну там, не знаю, типа x плюс плюс, да, вот эти вот два действия, типа x плюс плюс, например, да, он возвращает старое значение x, как смысл этого дела, да, но при этом модифицирует x, увеличивая на единичку, да, плюс плюс x. То есть вот это вот тоже типовое, невычислимое, ну скажем так, недопустимое выражение. Да, какой результат будет у выражения x плюс 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 x, да, какой будет результат? Ответ, ну как сказать, фактически вы можете это написать, но в спецификации языка написано, что вот это вот, это неопределенное поведение, и компилятор имеет право сделать абсолютно все, что угодно на вот такое вот действие. Ладно, короче, еще раз, вот это капут категорически нельзя, здесь ошибок нет, но писать так нежелательно, это трудно читаемый, не совсем понятный код, это естественно, что бессмысленно, но можно. Вот, это вполне нормально, если вы вызвали функцию, у которой есть побочные эффекты, нормально. Трамвайное равенство, ну только скобки эти писать не надо, пожалуйста, присваивайте сразу нескольким переменным одно и то же значение. Ну, я рассказал последовательно, как это происходит. В языке C есть еще целых 5 операций присваивания, они очень простые, давайте на них посмотрим. Посмотрим, вот они. Я завел переменную х, положил в нее 256 и делаю операции плюс равно, минус равно, домножить на, разделить на. Ну, вот тут вот, видите, я в результате прописал какие будут значения, да, и понятное дело, что если я 512 разделю на 8, получится 64. Да, 2 в 9, 2 в 3, получается 2 в 6, вот он 64. Но можно убедиться в результате, при желании можете самостоятельно погонять с разными другими значениями. А теперь перейдем к операциям сравнения. Операции сравнения в языке C это тоже арифметические операции. Что это значит? Что если у вас есть какое-то, ну, например, 5 больше, чем 2, да, то результат этой операции тоже является целым числом. То есть это типа целое число int, это целое число int, да, а результат вычисления вот этой операции, или, короче говоря, если я вот это дело в скобки возьму и положу это, то какой результат, какого он типа? Нет, конечно, я могу сюда написать и bull, и что угодно, наверное, почти. Но в смысле того, что оно, там есть неявное приведение типов, можно воспользоваться каким-нибудь там явным. Вот, но, но. А вот какого типа, родного типа, да, вот результат? Ответ – целое число. Ну, при этом логика такая, 0 – это ложь, да, 0 – это ложь, а 1 – это правда. То есть если это сравнение оказалось истинным, то результат вычисления сравнения является единицей. Что это, опять же, что это значит для нас? Давайте я вам покажу все операции сравнения, которые есть в C, и мы с вами погоняем их. Итак, что у нас? Вот я создал переменную x, да, и я в эту переменную x сейчас буду закладывать результаты вычислений. Я здесь демонстрирую, что он благополучно целое число единицу туда запишет. Мы можем эту единичку увидеть. Давайте модифицируем программу и допишем сюда второе выражение. А, кстати, я забыл одну вещь сказать, связанную с предыдущей темой, с неявным приведением типов и беззнаковыми числами, которых я вам предлагаю опасаться и никогда не пользоваться. Это unsigned по возможности. Смотрите. Значит, вот я делаю это целое число 5 у unsigned, то есть это unsigned int, а это signed int. Ну, логично, что от этого, по идее, ничего не должно было бы поменяться. Да, и это должно было бы остаться правдой, но нет. Дело в том, что язык C совершенно по-дурацки ведет себя в этом месте. Он вот тут вот смотрит на два операнда арифметической операции сравнения. Смотрит, что тип слева – это unsigned int, тип справа – это signed, то есть знаковый int. Говорит, ну, мне же надо их сравнивать, надо к одному типу привести. Дай-ка я знаковый сделаю беззнаковым. Понятно? Минус единица превращается в очень большое число. Ну, это получается 2 в степени 31 минус единица фактически. Да, и вот это вот огромное число, конечно же, оказывается больше, чем 5. Поэтому мы наблюдаем ложь. Не пользуйтесь беззнаковыми переменами, пока вас не приспичит, и будьте аккуратны при работе знак без знак. Так, ладно. Я хотел сейчас показать, что будет происходить, если я… Не, ну, понятно, что я могу вот так вот написать, например, да. Там 3 меньше 4. Это, понятно, больше, меньше такие операции, да. Но я могу написать вот так, меньше либо равно. Отличие понятно, да. Но если равенство, то эта операция будет истинной. Я буду сейчас накапливать истинные высказывания. Вот сейчас можно посмотреть, что он выводит мне двойку. То есть результат вычисления единица плюс еще одна единица. Вот я накопил себе двойку. Да, так. Ну, и еще операции равно и неравно. Да, вот, например, 2 равно… Ну, или давайте, 4 равно 2 плюс 2. Вот эта операция – это операция сравнения на равенство. То есть она вычисляет выражение слева, вычисляет выражение справа. Ну, там я могу дважды 2 написать. Вот. И возвращает истинная это или ложь. Соответственно, в этом случае это будет правда. Да, я вижу, что х равно 3. То есть у меня фактически 3 условия выполнилось. Да, и что еще? Вот такое вот условие не равно. Но оно, соответственно, у меня будет… Сейчас не засчитано, да. Ну, не знаю. Давайте сделаем там 2 умножить на 3, 2 плюс 3. Вот так вот, чтобы оно было по-прежнему истинным. Вот. Ну, или давайте допишем сюда и то, и то, да. Чтобы у нас было все. Да, выражение. Как продолжать выражение? На самом деле очень просто. Вот. Довольно типичная ситуация. Вот такая вот. Когда выражение продолжается на следующей строке. Вопрос, где ставить плюс? Вот тут или вот тут? Только в одном месте. Желательно на предыдущей строке. Ну, и выражение можно выравнивать вот так вот, чтобы оно вот построчечно было. Ну, там есть некоторый код стайл определенный. Но тут пока вы не работаете в конкретной фирме, можете просто руководствоваться своей собственной логикой красоты. Так, ну что, я хотел показать равно-равно, еще вот здесь вот впишем, да, и равно. У меня в результате сейчас все эти операции дадут нам единичку. И я вижу, что х равен 4. Ну, на этом все. Переходите к следующему видео. Переходите к следующему видео.